Приветствую вас, дорогие мои умны! С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на апрель 2021 года. Посмотрим, какие главные события вас ожидают. В основных сферах вашей жизни – работа, отношения, деньги. Какой сюрпризик вас поджидает в этом месяце? Ну и совет, совет Оракула затмения спросим. Итак, главные события этого месяца. Начнём с вашего настроения, с вашего настроя. Так, семёрка Пентакли. Хорошо. Главные события в деловой сфере. Король Пентакли. Имеется в виду, друзья мои, работа, бизнес, домашние дела, хозяйские дела, личные дела. Может, какие-то, допустим, увлечения, хобби и так далее. То есть, всех дел, которыми мы занимаемся по жизни. Главные события в финансовой сфере. Двойка Пентакли. И Король Мечей. Ну что ж, начнём трактовочку. Ваше настроение. Как я уже сказала, семёрка Пентакли. Вы чего-то намерены дождаться. Или кого-то дождаться. Может быть, завести какую-то переписку. Какой-то документооборот. И вообще, настрой есть разобраться с какими-то денежными делами. Ну, практичный настрой, я вам скажу, друзья мои. Практичный. Посмотрим, какой же сферы это может касаться. Ну, уже у нас в глаза бросается деловая сфера. Здесь у нас Король Пентакли и Туз Жезлов. Здесь мы уже видим некий прорыв. Какие-то деловые новости. Или новости, касающиеся ваших каких-то дел. Причём новости могут прийти от некой персоны. Ну, важной персоны. Или, по крайней мере, персоны, которая может вам в чём-то помочь. Или от этой персоны что-то зависит у вас. То есть, этот человек может каким-то образом повлиять на ваши дела. Да, будет в чём-то у вас рывок. Новое дело какое-то вы начнёте. Однозначно. И я бы сказала, даже солидное дело. По крайней мере, желание будет. Ну, судя по настроению, судя по настроению, вам понадобится, возможно, какая-то информация для рывка. Не всё так просто. Вот, знаете, одним пинком дверь не откроешь. Нужна некая подготовка. Может быть, какие-то ресурсы нужны. Может быть, какие-то... В том числе, кстати, и финансовые ресурсы. Для кого-то этот месяц проиграется как прорыв в карьере. Смена работы. Смена приоритетов. Изменения вашего окружающего пространства. Изменения, возможно, какие-то связанные с вашим домом. Да. Ну, тут серьёзненько, так скажем. Серьёзненько. Практично. Основательно. Но главная цель есть. И по финансам, здесь у нас двойка Пентакли с королём мечей, как бы идёт подтверждение, что в связи, похоже, с этими всеми делами особое внимание будет уделено и финансам. Будет зависеть ваши дела впрямую от ваших финансов. Не исключено, что кто-то найдёт подработку или будет работать на двух работах. Кому-то придётся привести в порядок финансовые документы и вообще подумать, понимаете. Тут вот такой просматривается жёсткий контроль. За финансами. То есть, дебет с кредитом однозначно должны сходиться. Это во-первых. Во-вторых, может, пересмотрены вообще будут все статьи расходов. Что оставить, что прибавить. Пересмотрены будут ваши статьи доходов в том числе. Да. Может появиться ещё одна статья доходов. Не обязательно от работы. Не обязательно. Может от вашего партнёра. Или ещё от кого-то. Или от ваших членов семьи от кого-то. Понимаете. Конечно, может быть и некие претензии со стороны. Финансовые претензии. Ну, может, у кого-то уже подошёл срок каких-то обязательств. Либо непредвиденные обстоятельства. Вынудят вас рассчитаться по незапланированным расходам. Вообще, может много суеты быть с деньгами. Суеты, беготни, оформление документов. Ну, беспокойный месяц, друзья мои. Беспокойный. Ну, у меня такое ощущение, что, собственно, это будет всё с вашей подачей. Вот как-то так. Давайте ещё одну карту положим. Да, вот он, поиск новых источников. Видимо, анализ статей доходов и расходов приведёт вас к поиску изменений, к поиску новых источников, новых ресурсов. А также, может быть, даже и обратиться к помощи детей. Ну, что ж. Теперь давайте посмотрим, как будут события развиваться в сфере отношений. Начнём для тех, кто в паре, кто пару имеет. Ну, здесь всё нормально. Императрица, друзья мои. Вы будете рулить. Особенно, если вы женщина, да как-то вообще. Ноу проблем. Как скажете, так оно и будет. Как захотите, так оно и будет. Понимаете? Ну, если мужчина смотрит данный прогноз, то тут ситуация несколько другая. Рулить будет ваша половина. Но рулить грамотно. Вы в неё не в обиде будете. Она для вас царевна-королевна будет. Вы будете прислушиваться и одобрительно относиться к тому, что она делает. Она вас будет удовлетворять полностью. Понимаете? Как женщина с большой буквы. Понимаете? То есть здесь всё замечательно. Свободные и умные. Что у вас там в личной жизни? Ну, вот здесь у нас, конечно, не так всё спокойно. Рыцарь мечей. Такое ощущение кто-то будет рваться к вашему сердцу. К вашей руке. Довольно настойчиво. Я бы даже сказал, преследовать вас. Преследовать. Ну, если не в физическом смысле преследовать. Скорее всего, может даже перепиской какой-то. Сейчас у нас в основном-то общение за счёт переписки. Ну, довольно настойчиво. Очень настойчиво. Для кого-то эта карта может проиграться, как появление объекта для вашего внимания. То есть кто-то вам понравится. И вы будете добиваться благосклонности этого человека. Да. Ну, довольно настойчиво. Судя по картинке, довольно настойчиво будете пробиваться. Что из этого получится, ну, сложно сказать. Это уж, как говорится, только индивидуальный расклад показал бы. Так, теперь посмотрим, как будут события развиваться на стороне. То есть есть постоянный партнёр, партнёрши. И есть отношения на стороне. Семёрка мечей. Здесь будут изменения, друзья мои. Что-то вы захотите изменить в этих отношениях. Переформатировать их. Да, переформатировать. Ну, может, заметите какие-то нестыковочки в поведении своего нового партнёра или партнёрши. И захотите их изменить. Может, у вас какие-то планы появятся. Вообще, конечно, семёрка мечей, она говорит ещё и об хитрости. Может, с помощью какой-то хитрости вы захотите получить от этого товарища какие-то, ну, бонусы, плюшечки. Но то, что будут изменения, однозначно, друзья мои. Есть, конечно, вероятность того, что ваши отношения разрушатся. Но либо вы захотите от них увильнуть, либо ваша половина захочет от них отказаться. Будет увиливать от встреч. Ну, может, конечно, ещё присутствовать некая ложь. Уж не знаю от вас или от нового партнёра. Тут уж, как говорится, у кого что. Но, тем не менее, вполне есть такая вероятность. Ну, теперь давайте поговорим о сюрпризах. Какой сюрприз вас ожидает? Какой сюрприз вас ожидает в апреле месяце? Хороший сюрприз. Мы говорим только о хороших сюрпризах. Десятка чаш, друзья мои. Радость, любовь, исполнение желаний, встреча с любимыми людьми, подарки. Какие-то, возможно, праздники. В том числе, скорее всего, семейные праздники. Знакомства новые. Отличный сюрприз. Просто замечательный. Хорошо. Теперь давайте спросим совет Оракула Затмения. Что он вам посоветует? Какой совет даст? Так. Плен. Мы видим тут клетку. И в клетке девушка. Ну, у меня ассоциации такие, что не позволяйте себя загонять в клетку, в какой-то тупик, в зависимость. В ситуации, из которых очень сложно выйти, а может даже практически невозможно. То есть будьте осторожны. Будьте осторожны в своих действиях, в мыслях в том числе, в словах. Потому что это может быть чревато. Ну, я не знаю, где может создаться такая ситуация. Но у меня такое ощущение, что это может касаться финансовой сферы. И сферы отношений, которые у вас на стороне. Ну, у каждого свое будет. Посмотрите. Если у вас все нормально, ну, и что, как говорится, переживать. Ну, и еще, друзья мои. Вот вы же себя лучше знаете. Посмотрите на эту картинку. Вот какой совет вы чувствуете от этой карты. Что вам говорит эта карта. Вот то будет самое правильное. На этом я, мои хорошие, заканчиваю трактовочку. Мне остается пожелать вам здоровья. Обязательно здоровья. Удачи. Благополучия. Мира в душе. И мира в сердце. И мира в вашей семье. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале. Приветствую вас, дорогие мои львы и львицы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз событий, главных событий на апрель 2021 года. Сейчас посмотрим, что вас ожидает. Какие сюрпризы вас ожидают. На что обратить внимание. Какой совет вам, да, с ораку затмения. И вообще, каким будет ваше настроение в этот период. Итак, главные события этого месяца. Ваше настроение. Мак. Отличное настроение. Так. Главные события в деловой сфере. То есть работа, бизнес, личные дела, дома. Дела домашние, хозяйские и прочие дела. Какие главные события вас ожидают. Туз Пентакли. Иерофант. Так. События в финансовой сфере. Ага. Десятка Пентакли. И... Дьявол, друзья мои. Ну... Я вам скажу, месяц будет непростой. Ну вот смотрите. Ваше настроение по магу. Ну, можно сказать, объять необъятное. Будет много желаний. Будет много дел. Причем, понимаете, дела такие, которые вы сами замутите. Да. Сами захотите их сделать. У вас появятся, видимо, колоссальные возможности для того, чтобы осуществить все, что вы хотите. То есть, получается, знаете, все в ваших руках. И вы это прекрасно поймете, что именно такой момент настал в апреле месяце. Ну, естественно, не захотите упустить все свои шансы, все свои возможности, всю свою фортуну. И деловая сфера идет в подтверждение. Вот он, друзья мои. Ту Спентакли. Шанс. Возможность. Новое дело. Новая работа. Обновление своего пространства. Вообще, начало, как говорится, каких-то новых дел. Не исключено, что вы не одиноки. Что рядом у вас будет советчик, помощник, наставник. А может, вы эти дела будете делать с кем-то. Но с кем-то из старших. Более, скажем, компетентным. Кто устроится на новую работу, будет очень хороший наставник, друзья мои. Опытный наставник. И у вас появится возможность, это как дар, быстро освоить эту профессию, свою должность. Быстро войти в курс событий. Такое нечасто, кстати, бывает. Чаще всего человек приходит на новую работу и там, как говорится, начинает купаться в одиночку, вернее, разгребать. Где, чё и как. Здесь другая ситуация. Кого-то, возможно, ожидают дела, связанные с приобретением недвижимости. Ну и финансы, смотрите. Новые дела. Настроение просто прелесть. И сразу же финансы запели. Причём, не исключено, что появятся слишком крупные расходы. И появятся возможности очень хорошо заработать. Получить большие деньги. Может быть, даже от сделок купли-продажи. Вполне возможно. Потому что напряжение будет в финансовой сфере очень сильное. Очень. Я думаю, может быть, даже так, что вы возьмётесь за какое-то дело, где ожидается хорошая-хорошая отдача. Большие деньги. И вам придётся нелегко. Но вы знаете, для чего вам это нужно. Для чего нужно вам потерпеть. Потому что выхлоп будет приличный. Ну, как негативная ситуация. Конечно, тут... Ну, как негативная. На какой-то момент, может, да, но события меняются. И всё может измениться. Здесь несколько попахивает зависимостью финансовой, друзья мои. Большой финансовой зависимостью. Ну, вот так обстоятельства сложились. Или так было сильно желание получить некую сумму денег. Или решить какую-то финансовую проблему. Рассчитаться с каким-то финансовым обязательством. Что вот вы пошли... Ну, вот это может быть даже, знаете, это кредит. Да. Это вполне возможно даже кредит банка. Или у кого-то взаймы возьмёте. Вот вам и зависимость. Да, может зависимость быть от партнёра. Или от партнёрши. Ну, я имею в данном случае в том числе и сердечное партнёрство. Там муж, жена, любовник. Пойти как бы на уступки и быть на содержании. Здесь всё непросто. Вот тут нужно быть очень внимательным, друзья мои. Есть шанс попасть в ловушку. Есть шанс попасть, ну, скажем так, на мошенников. На обман. Но, опять же, учитывая ваше настроение, вы, видимо, всё просчитаете тут. Тут не всё так просто. Вы сами с усами. Судя по вашему настроению, вы сами, кого хочешь, объедите вокруг пальца. Такое тоже бывает. Даже, по-моему, есть такая стратегия прикинуться дурачком и на этом словить свою выгоду. В общем, смотрите. Я вам рассказала, а уж, как говорится, думать вам. Идём дальше. Как будут развиваться события в сфере отношений? Для тех, кто в паре. Ну, семёрка мечей, конечно, она уже несёт некие изменения. Может, недомолвки, недоговорённости, скрытие каких-то фактов, скрытие своих чувств. Может быть, лавирование между чем-то и чем-то, или кем-то и кем-то. Да. Не знаю, с вашей стороны это будет такое поведение, или со стороны вашего партнёра или партнёрши. Но, тем не менее, что-то назревает. Да. Что-то назревает. По крайней мере, может быть, не дойдёт до действий, но мысли будут. Свободны ли вы, или лица, что у вас в сфере отношений, в личной, точнее, жизни? Да, это всё замечательно. Вы довольны. Вам есть чем заняться. Вы как-то настолько уверены в себе и спокойны, что у вас отсутствие, допустим, партнёра или партнёрши особо не напрягает. Но вот если смотрит мужчина, да, здесь есть вероятность появления в вашем окружении женщины. Деловой, хваткой, энергичной очень. Если она захочет вас окрутить, она это сделает. Так, теперь отношения на стороне. Есть постоянный партнёр, партнёрша, и есть ещё отношения на стороне. Но тут всё запутано, друзья мои. Четвёрка мечей говорит, что ваши отношения, ну, если не зашли в тупик, то, по крайней мере, пришло время задуматься. А что дальше? Да, а что дальше? Сделать как бы перед их остановку. Отдохнуть от друг друга. Побыть наедине. Чтобы определиться, продолжать эти отношения или не продолжать. Так, а теперь поговорим о приятном. Сюрприз. Сюрприз месяца. Давайте посмотрим, какой же приятный сюрприз вас ожидает. Ну, у вас уже есть приятный сюрприз есть. Вот, дар небес. Так. Сюрприз апреля месяца. Ирофант. Вот смотрите, здесь Ирофант, и здесь Ирофант. Вот я сказала только что, что у вас уже сюрприз есть, понимаете? И нам выпадает Ирофант. Вот именно вот этот человек, либо его помощь, содействие, какая-то, может, мысль или партнёрство с ним для вас станут самым настоящим приятным сюрпризом. Это может быть и выгодное партнёрство. Вполне возможно. Очень выгодное партнёрство. Ну, если не деловая сфера, то сюрприз может быть получение предложения о браке. О том, чтобы повенчаться. Сюрпризом может быть что-то полученное от старшего по возрасту. Может быть от вашего какого-то родственника. Может быть, кстати, и от начальства какой-то сюрприз, который к вам относится по-отечески. Да, по-отечески. Вот такой сюрприз. Совет Оракула Затмения. Что нам подскажет Оракула Затмения? Что посоветует? Вот уже тут что-то выпадает. Тайна, друзья мои. Выпадает тайна. Хожь бери, хожь отказывайся. Какая-то тайна откроется. Что-то вы узнаете такое, что вас заставит задуматься. Ну, вообще, знаете, совет у нас. Если эта тайна вскроется, вы не пропустите ее мимо ушей. Вы воспользуйтесь этой тайной. Продумайте, что это, откуда и почему. Что для вас это значит тайна? Ну, давайте я теперь своей рукой. Это у нас тайна выпала, а я своей рукой еще. Друзья мои. Кольцо. Вот, вот, вот. Как только что сказала, что может быть предложение о бракосочетании. И тут у нас и колечко выпало. Ну, совет какой? Принять предложение о браке. По крайней мере, рассмотреть это предложение. Не отказываться слету. Да. Также совет, знаете, еще какой? С кем-то закольцеваться. Ну, я не имею в виду брак. Да, регистрация брак. А именно закольцеваться. С кем-то создать союз. Взаимовыгодный союз. В одной связке. В одном кольце. Похоже, это будет очень такая, знаете, важная тайна, которая вам к раку затмения советует присмотреться, прислушаться. Либо, друзья мои, либо что-то есть такое у вас, что ни в коем случае нельзя афишировать. Да. И такая может еще рекомендация быть. Так что смотрите. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остается только пожелать вам, конечно же, здоровья, удачи, благополучия, взаимопонимания, любви. А самое главное, будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Приветствую вас, дорогие мои стрельцы. С вами опять я, Татьяна Шаманова. Сегодня у нас будет прогноз на апрель. На апрель 2021 года. Сделаем краткий обзор главных, конечно же, событий в основных сферах вашей жизни. Итак, главное событие. Ваше настроение. Ваш настрой в этом месяце. Прекрасный. Тройка чаш. Хорошо. Теперь посмотрим главное событие в деловой сфере. Тройка мячей. То есть деловая сфера – это работа, бизнес, дела хозяйские, дела домашние, личные дела. В общем, все дела, которые у нас есть по жизни. Так, главное событие в финансовой сфере. Смотрим, четверка мячей и императрица. Ну вот, смотрим. Настроение великолепное, друзья мои. Есть будет желание по шоппинг. Провести шоппинг. Обновить гардероб. Есть будет желание встретиться с друзьями, с подругами, с родственниками. Как говорится, поболтать, пообщаться, весело провести время. Может сходить, допустим, куда-то и в общественное место. Я бы еще добавила, знаете, есть желание освободиться от чего-то. Облегчить свою жизнь в чем-то. Может даже обзавестись новыми знакомыми. Вот как-то так. Деловая сфера у нас довольно любопытная. С одной стороны туз чаш, с другой стороны тройка мячей. Ну вот здесь я, наверное, доложу все-таки еще одну карту. Ага. Рыцарь. Рыцарь, рыцарь, рыцарь. Сейчас мы вот так это сделаем. Рыцарь мечей. Пожалуй, основное внимание у вас будет уделено именно делам. Тут будет развиваться все события. И тут будет твориться история. События, похоже, очень будут для вас значимы. По крайней мере, эмоций будет целая куча. Не исключено, что эти эмоции связаны будут с вашим увольнением, уходом, спором, конфликтом. Ради своих интересов, друзья мои. Только ради своих интересов. У вас же, видите, настроение-то. Сделать себе лучше. Вполне возможно, именно это избавление от какого-то негатива, от каких-то токсичных деловых отношений. У нас дела тут. Как раз и будет связана вот такая сильная энергия, агрессивная даже в каком-то случае. Да, тут вы как на отмаш бьёте. Без всяких сюси-пуси. Вот знаете, туз-чаш, он по-разному у каждого проигрывается. Ну, тарологи с этим наверняка не раз сталкивались. Для меня эта карта, именно в этой колоде, она не всегда говорит о радости. Ну, там уже приходится докладывать, конечно. Бывает, это такая неожиданность, что подымается цунами. Просто цунами эмоций. Это и слёзы, и истерика, и может даже быть вспышка гнева. Ну, вот что-то подобное может быть, друзья, и у вас быть. Может, кто-то вас доведёт до ручки, доведёт до ручки, и вы решите с этим делом покончить. Но, опять же, это касается дела. Ну, не обязательно, кстати, деловых отношений. Это может быть даже и связано, допустим, с какой-то... Вот по хозяйским делам, да, по хозяйским, по домашним делам. Кто-то что-то вам напортачит там. Может, вы пригласите специалиста, мастера, вот. А он вам такую там козу сделает, что мама дорогая, только вот... И остаётся, что выливать на него все эмоции, которые у вас накопились, понимаете? Весь свой гнев, все свои претензии, в том числе и обрывать отношения. Вот что-то типа этого. Здесь своего рода расчистка идёт. Решение проблемы. Может, даже трёх проблем, которые нужно обязательно решить. И вы этим займётесь. Вот, кстати говоря, почему настроение тройка чаши, да, лёгкости? Может быть, даже, знаете, для решения своих проблем у вас будет желание привлечь людей, которым вы доверяете, с которыми вы дружите. Может быть, вы родственники. И вот разобраться с этими всеми проблемами. Вообще могут быть какие-то срочные поездки, от которых не отвертись, которые очень важны. Куда-то съездить. Может, даже переехать срочно. Может, какие-то дела связаны с автомобилем. Да. Может, поломка автомобиля и необходимость срочного ремонта. И вот смотрите, финансовые дела у нас, что тут, четвёрка мечей и императрица. Тут может даже возникнуть действительно необходимость в материальной помощи, в поиске дополнительных средств. Где взять, у кого взять и как порешать. Эту финансовую проблему. И, скорее всего, отголосок отсюда идёт. Понимаете? Отголосок. Может, здесь что-то напортачьте. Сами напортачьте. И придётся тратить деньги на покупку, допустим, нового чего-то. Или на ремонт. На новый ремонт. Или на замену чего-то. Ну, тут у вас, видите, императрица. Вы просто этот решите. Либо вам вот этот человек поможет, эта женщина войдёт в ваше положение и даст вам эти деньги. Либо вы сами сконцентрируетесь, подумаете хорошо. И, в принципе, скажете. Ну, решаемо. Решаемо. Ладно. Давайте посмотрим, а что у вас в отношениях. Какие события в сфере отношений. Какие события в сфере отношений. Для тех, кто в паре. С вас начнём. Король чаш. Ну, либо вы будете скрывать от своего партнёра что-то, либо он будет от вас скрывать. Хотя внешне не догадаешься. Вот король чаш, он как айсберг. С внешней стороны у него, в видимой стороне у него одно. А вот то, что там, под водой, там может быть совсем всё другое. И в жизни догадайтесь, что это. Ну, внешне всё хорошо. Да. Чувства, нежности, забота. Все дела, которые не требуют, как бы, ну, ответственных последствий. Вот так вот. То есть я тебя поцелую, приголоблю. Но только ты меня не заставляй делать что-то там по дому или ещё что-то, понимаете. Вот. Рулить будет партнёр. Вот как он захочет, так оно и будет. Так, свободные стрельцы. Что у вас в личной жизни? Ну, как-то влюблённые. Может появиться друг подруга. И причём не один. Может состояться знакомство с помощью кого-то. В какой-то группе. Может на вечеринке, может быть на работе. Не важно где. Но кто-то вас может свести и познакомить с кем-то. Что будет дальше, это другой вопрос. Но такая вероятность есть. Всё-таки карта влюблённые. Это любовь. Причём, знаете, если, как я уже сказала, может появиться и два варианта. И придётся выбирать, какой лучший. Этот человек или этот человек. С кем более глубоко. Кому, вернее, более пристальнее присмотреться. А кому может и сразу дать понять, что ничего не получится. Так, отношения на стороне. То есть, есть постоянный партнёр, партнёрши. Есть отношения на стороне. Что там? Ну, там 50-50. Я бы сказала, легкомысленные отношения. Может быть, даже, знаете, для вас это отношение незначимо в том плане, что это просто, ну, какой-то, либо запасной вариант, либо вот на один раз отдохнуть, расслабиться. Может, у вас ещё есть кто-то на стороне. То же самое может касаться и вашего партнёра или партнёрши. Что вы не одна или не один у этого человека. Понимаете? Хорошо. Теперь давайте о приятном. Приятный сюрприз. Какой ожидает вас приятный сюрприз в апреле? Приятный сюрприз. Сюрприз месяца. О! Звезда. Ну, друзья мои, приятный сюрприз исполнится вашим желанием. Да? Ваше желание. Самое сокровенное ваше желание. Вот такой сюрприз. Какое у вас желание, я не знаю. Но карты, тем более старший аркан, говорят, что да. Именно в этом и будет состоять сюрприз. Либо какой-то очень судьбоносный шанс вам представится. Возможность. То есть это, как знаете, это сюрприз с неба. Вот именно. От высших сил. Как говорится, примите и распишитесь. Так, совет Оракула затмения. Что вам посоветует Оракула на апрель? Совет Оракула затмения. Жадность. Ого-го. Жадность, жадность, жадность. Что тут у нас? А, нарисован череп золотой, друзья мои. Ну, совет такой. Будьте в меру жадным. Да, экономным. Но не усердствуйте в этом. Все-таки тут палка о двух концах. Есть разумная экономность, разумная жадность, которая приносит только плюсы. А есть неразумная. От которой вы впоследствии больше потеряете, чем найдете, чем сэкономите. Понимаете? Вот такой совет. Ну что ж, на этом я заканчиваю свой прогноз. Мне остается только пожелать вам, конечно же, здоровья, удачи, фортуны, любви. Пусть у вас все в этом месяце сладится. Все получится. Все разрулится только в вашу пользу. И действительно, вот это легкое настроение, оно вас не покинет в этом месяце. И с этим настроением вы выйдете из этого периода. Ну и, конечно же, пусть сюрприз проиграется на все тысячи процентов. Приятный сюрприз. Ну, а самое главное, конечно, будьте счастливы. Будьте счастливы. И до новых встреч на моем канале и в моем инстаграме. Будьте счастливы.